Сегодня приготовим очень вкусный праздничный десерт Рождественская полена. Эта волшебная сладость пришла к нам из Франции и по традиции приносит в дом удачу. И для приготовления такого десерта нам понадобится 120 грамм муки, 5 яиц, 100 грамм сахара. Из этих ингредиентов будем выпекать бисквит. Для крема нам понадобится 3 апельсина, 200 грамм сливочного масла, 2 желтка, 200 грамм сахара и 40 грамм кукурузного крахмала. И для украшения нам понадобится 200 грамм темного шоколада, 70 грамм сливочного масла, 7 грамм сахара, 10 грамм муки, пол чайной ложки разрыхлителя, 30 грамм белков, одноразовые пластиковые стаканчики, клюква и зеленый пищевой краситель. Сначала испечем бисквит для рулета. Яйца аккуратно разделяем на желток и белок. Белки взбиваем на низкой скорости миксера до появления пены. Теперь сюда же вводим сахар небольшими порциями. Белки с сахаром взбиваем до крепкой устойчивой пены. Во взбитые белки добавляем по одному желтки, не прекращая взбивания. Муку высыпаем в сито. Просеянную муку добавляем в тесто в три подхода, аккуратно перемешивая тесто лопаткой, чтобы тесто не осело. Готовое тесто выкладываем на противень, состеленный пергаментной бумагой. Тесто равномерно распределяем по противню. Размер моего противня 43 на 35 сантиметров. Бисквит ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 10-15 минут до сухой палочки. Перепекать бисквит не нужно, иначе он при сворачивании будет ломаться. Испеченный бисквит перекладываем на полотенце и снимаем пергаментную бумагу. Это все нужно делать очень быстро, пока бисквит горячий. Бисквит вместе с полотенцем сворачиваем в рулет и ставим остывать. Теперь приготовим крем. Три апельсина разрезаем пополам и выдавливаем из них сок. Апельсиновый сок процеживаем через сито, чтобы убрать мякоть. Должно получиться примерно полтора стакана сока. Полстакана сока оставляем, а остальной переливаем в кастрюлю и ставим на маленький огонь. Пока сок нагревается, желтки перетираем с сахаром. Крахмал разводим в оставшемся апельсиновом соке. Как только сок закипел, добавляем сюда сахар с желтками и перемешиваем. Сюда же сразу добавляем крахмал, разведенный соком. Крем завариваем на маленьком огне, постоянно перемешивая до закипания. Как только крем закипит, снимаем его с огня и еще немного мешаем. Крем оставляем остывать при комнатной температуре. Сливочное масло комнатной температуры взбиваем миксером до бела. Во взбитое масло добавляем по одной столовой ложке уже остывшую заварную основу. Важно, чтобы масло и заварная основа были одинаковой температуры. Теперь приготовим сироп для пропитки бисквита. В кастрюлю высыпаем полстакана сахара и наливаем полстакана воды. Ставим на огонь, доводим до кипения, кипятим буквально 1-2 минуты и даем сиропу остыть. Остывший бисквит разворачиваем и убираем полотенце. Весь бисквит с внутренней стороны обильно пропитываем сахарным сиропом. На бисквит выкладываем приготовленный крем и равномерно его распределяем по всей поверхности. Бисквит с кремом аккуратно сворачиваем в рулет. Рулет заворачиваем в пищевую пленку и отправляем охлаждаться в холодильник на пару часов. Остывший рулет разрезаем по размеру блюда, в котором будем его подавать. У оставшейся части рулета отрезаем кусок под углом и кладем его сбоку в виде ветки на блюдо. Промежуток между рулетами выравниваем обрезками бисквита. Пока подготовленный рулет охлаждается в холодильнике, приготовим шоколадный крен для украшения. В миску ломаем шоколад на кусочки и добавляем к нему сливочное масло. Миску с шоколадом ставим на водяную баню. Шоколад с маслом топим постоянно перемешивая. Как только половина шоколада растопится, снимаем миску с водяной бани и перемешиваем, пока не растопится весь оставшийся шоколад. Будьте внимательны, чтобы в шоколад не попала вода. Готовый шоколадный крем наносим на рулет, имитируя кору дерева. Для красоты на срезы тоже наносим шоколадную глазурь, а затем ее почти полностью снимаем шпателем. Для украшения рулета приготовим бисквитный мох. В миску выливаем 30 грамм белка, немного взбиваем и добавляем 7 грамм сахара. Все взбиваем до крепкой пены. Муку и разрыхлитель просеиваем через сито во взбитые белки. Сюда же добавляем зеленый пищевой краситель. Все взбиваем недолго, чтобы масса не осела. Готовым бисквитным тестом наполняем одноразовые стаканчики на 1 треть. Стаканчик ставим в микроволновку на максимальную мощность на 1 минуту. Испеченный бисквит в стаканчиках переворачиваем и ставим остывать на решетку. Чтобы достать бисквитный мох, разрезаем стакан. Получившимся мхом и ягодами клюквы украшаем рождественское полено. Сверху десерт украшаем сахарной пудрой, имитируя снег. Вот такой красивый и необычный получился рождественский десерт. В нем очень удачно сочетается нежный бисквит и воздушный апельсиновый крем. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравился рецепт рождественского полена, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал Готовим Дома. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода всех новых видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!